Различают следующие стандарты. Это Hospital Clean, или же он еще называется Stringent Clean. Ну, из названия можно понять, что это чуть ли не идеальный трюм. Можно сказать, судно вышло с док, и вот это вот, скорее всего, будет Hospital Clean. Ну, понятное дело, что мы сейчас еще разберем, так сказать, подетальнее, в чем их главное отличие. Но закрепим мысль на том, что есть такой стандарт. Дальше. Есть еще Grain Clean, или же который может называться High Clean, то есть, который типа высокая частота. Normal Clean, потом еще Show Clean и, конечно же, Load on Top. Давайте вот потихонечку разбираться. То есть, Hospital Clean, в чем его, собственно говоря, главная штука. Во-первых, это замывка и последующая покраска. 100% трюма. Когда мы говорим 100% трюма, мы имеем в виду и палубу, и все трапы, и пространство под крышками и так далее. Поэтому каждый уголок должен быть покрашен. Почему так? Потому что грузы, которые перевозятся при Hospital Clean, это крайне опасные даже с какой-то точки зрения. Они реагентные, и если они будут касаться голого металла, то это может привести к каким-то там нежелательным последствиям. Слип-код там не поможет, даже какая-нибудь, не знаю, как в случае серой, обычный топ-код или какой-нибудь даже известь, которая все меньше и меньше проявляется на судах. Она не помогает в этом случае, поэтому говорят так. Значит, какие грузы мы так готовим? Это китайская глина или каолин, минеральные пески, то есть это все виды песков, хромовая руда, потом кальцинированная сода, рис с навалом на секундочку, древесное масло, масса высшего сорта. Имеется в виду, что такое древесная масса, это типа, грубо говоря, пилки своего рода. Вот, бориты и, собственно, но надо понять, что, да, пилки, ну, именно древесины высшего сорта. Так, обычно подобные грузы, они возятся специализированными судами, да, на, обычно это какой-нибудь линейный чартер, и редко. Но бывает такое, что судно, особенно новые суда стараются зафрактовать, потому что это очень удобный фракт, на самом деле. Во-первых, почти всегда это очень чистый груз, всегда с ним нету каких-либо проблем в плане, там, достать и так далее, так удобно. Поэтому, и он очень дорогой, к тому же, поэтому стараются фрактовать или новые суда под этот груз кидать, но, скорее всего, я вам так скажу, скорее всего, вы не столкнетесь с хоспиталом. Однако, если столкнетесь, будете знать, что это значит красть все. И вот те, че из вас, которые, может быть, иногда сталкивались с такой фигней, что дека трюма покрашена, ну, это явный признак того, что, скорее всего, это судно в свое время везло какой-то там груз по принципу хоспитал-клин. Это только, это единственный случай, когда мы красим деку, на самом деле. Дальше, еще стандарты замытки. Мы говорили о грейн-клин стандарте, который, можно сказать, чуть ли не самый популярный. Стандарт замытки, при котором трюма замыты, сухие и без остатков груза, также в трюмах нет отстающих хлопьев краски и ржавчины. Еще нужно заметить, что при грейн-клин стандарте также допускается покраска всего трюма, кроме деки. Важно, что дека не красится, но при этом дека проверяется на наличие ржавчины. Поэтому, если у вас так случилось, вы приняли судно, ну, сильное судно, а у вас там, ну, типа, ржавчина, да, на палубе. Вы такие ходите белой, белой перчаточкой трете, и она всегда у вас рыжая. Ну, поздравляю. Единственный способ такой, ну, ой, короче, который, возможно, вам поможет, это ультра-хай-преш-машин, которая просто подорвет все возможные, то есть вы, по сути, отобьете палубу, да, но надо понимать, что ультра-хай-преш-машин, она все равно работает с водой, и если вы заканчиваете такую работу, вы обязательно должны все высушить, вымочить там в каждую лужицу, каждый остаток водички, потому что только вы чего-то такого не сделаете, будьте готовы, пальца вам обеспечены. Так, мы как-то везли опилки после угля, и ничего не готовили, просто смыли водичкой тюрьма, как обычно смываем, ну, потому что опилки, видать, были и простые, я же говорю, там, типа, дерево высокого качества, да, то есть это там не про опилки идет речь, типа, в самой обычной, которая, например, под ДСП везут, там, и так далее, вот, поэтому не так запаривались, а вообще требуют, почему, потому что, чтобы дерево, если оно высокого качества, да, то есть, чтобы оно нигде не вобрало в себя лишних запахов, не вобрало в себя каких-то там ржавых пятен, там, ну, и не дай бог даже остатков груза, ну, то есть, вы поняли, короче говоря. Так, какие, значит, грузы мы, собственно говоря, готовим, под какие грузы мы знаем, что всегда будет готовиться грейн-клифт. Ну, это понятно, все виды зерна. Дальше, мука и соевые продукты, то есть имеется в виду соевая мука и соевые продукты. Потом алюминий, сера, бокситы, цемент и удобрения. Это тоже, в принципе, те грузы, которые, скорее всего, вас потребуют грейн-клин стандарт. Также есть еще нормал-клин. Нормал-клин – это когда трюма должны быть подметены, и остатки груза убраны, и по требованию фронтователя, то есть не обязательно, но может быть, такое требование – чисто сполоснуть трюма, то есть чтобы лишняя какая-то там возможная пыль активная, чтобы она просто сошла. Это такой, как бы, принцип замывки требуется, когда у вас линейный чартер с одним и тем же грузом. Все знают, что, да, там остатки от того же груза, они, в принципе, не то чтобы сильно страшны, но лучше, как говорится, помыть чуть-чуть, и, в принципе, нормально будет, то есть освежить, собственно говоря, трюм. Такой степень, ну, такой принцип замывки, возможно, только в линейной чартере. Однако, если вы будете работать там, допустим, ну, на каком-нибудь этаже, тоже в PanaMax, весьма велика вероятность, что у вас будет подобного рода замывка. И если мы говорим про кейпсайз, то вообще, скорее всего, так и будете. Вот. Дальше. Ну, хотя есть случаи, когда, я офигеваю с этого, но есть случаи, когда кейпсайзы возят что-нибудь, кроме угля и руды, что-нибудь по типу даже того же зерна. Ну, обычно это не полная загрузка, но возят. Хотя сейчас, может быть, даже будет большая, скажем так, история с фрактом кейпсайзов под зерно, потому что недостаток зерна в таком количестве явно сложно будет перекрыть постоянными хождениями туда-сюда, даже PanaMax. Шовел Клин – это когда остатки груза могут быть убраны с помощью бульдозеров или лопатами, выполняется палубной командой или даже портовыми стивидорами. Ну, Шовел Клин – это такая стиль замывки, если уже можно так сказать, когда, по сути, надо подготовить с угля под уголь, знаете. Ну, вот, типа, убрали, что-то там, и, в принципе, норма. Обычно, если с угля под уголь, то там вообще в этот трюм никто не лазит, потому что, а смысл? Ну, разве что проверяют, чтобы в колодцах ничего не осталось, и, да, и, в принципе, этого достаточно, потому что приемка с угля под уголь, она, ну, идет таким образом, что там просто даже в трюм никто не спускается. Зачем? Ну, или там даже тоже руда под руду, в принципе, тот же принцип, что и в предыдущем случае, то есть, убрали, руду лучше старую убрать каким-то таким образом и выбросить нафиг. Так, Load on Top означает в буквальном смысле погрузка поверх предыдущего груза. Это вообще интересная штука, когда, вот, как я вам говорил, в принципе, никто не лазит в трюм. Ну, такое происходит только при линейном чартере, только при одном и том же грузе, причем буквально одном и том же. То есть, если мы говорим про колу, мы знаем, что они бывают разных сортов. То есть, здесь надо понимать, что здесь прям один и тот же груз, и он прям такой грязный груз. Ну, возможно, это какие-нибудь, не знаю, даже, честно говоря, не скажу так сходу, что это может быть за тип груза. Надо понимать, что такое есть. То есть, грузим сверху, и еще такой, как бы, есть вид перевозок. Как повезешь, так и будет. Вот, если такой тип перевозок, то обычно говорят, ну, трюм Load on Top. Это значит, мы не ходим в трюм и ничем-то не заменим. Окей, просто для вашего, так сказать, понимания. Но нас больше всего интересует, конечно же, GrainClean, потому что это один из, как я уже говорил, самых популярных самылок, и, скорее всего, даже некоторые компании приходят к тому, что требуют, неважно, что и как вы едете, были ли до этого какие-то там одни и те же грузы, нет. Они скажут, да, нам все равно, делайте GrainClean. Почему? Потому что мы вас еще неизвестно нашим фрахтуем. Судно – это такая штука, она пока идет себе где-то там моется, ей ищут фрахт. Обычно так.